По данным ООН, не менее 400 человек в осаждённом городе Мадая на западе Сирии находятся в критическом состоянии и нуждаются в срочной эвакуации. Остальные жители города страдают от сильного недоедания. Эта информация подтвердилась после того, как в понедельник ООН смогла доставить в Мадаю гуманитарную помощь. «Около 400 человек, по нашим оценкам, должны быть срочно эвакуированы. Мы должны найти способ это сделать и как можно скорее договориться об их лечении. В противном случае они могут умереть от истощения или из-за других недугов». «У моего сына гепатит. Я хочу вывезти его отсюда. Здесь нет ни лекарств, ни врачей. У Ахрар-Аш-Шам и фронта Ан-Нусра есть еда, но они ею ни с кем не делятся. Нам приходилось выживать, поедая траву». Подконтрольную повстанцам Мадаю на протяжении многих месяцев осаждает сирийская армия. Город с населением более 40 тысяч человек был отрезан от поставок продовольствия и медикаментов. При этом власти в Дамаске отрицали, что в городе царит голод, и фотографии истощённых людей называли фабрикацией. ООН подтвердила информацию о гуманитарном кризисе. «Учитывая свидетельства, которые мы видели сами и которым можно доверять, там очень серьёзное недоедание, критически не хватает еды. И есть сообщения об умерших от голода». На прошлой неделе власти Сирии дали разрешение доставить сюда необходимые продукты в рамках соглашения между всеми воюющими сторонами при посредничестве ООН и Красного Креста. Конвой привёз съестные припасы, одеяло, стройматериалы, мыло и лекарства. Гуманитарную помощь также доставили в осаждённые шиитские города Кифраю и Фуа в провинции Длиб. В целом, по данным ООН, в осаждённых и труднодоступных районах Сирии в опасности находятся 4,5 миллиона человек. Организация её гуманитарной партнёры планирует продолжать переговоры со сторонами конфликта, чтобы получить возможность доставить гуманитарную помощь и в эти регионы.